Заключительные слова. 2 Коринфянам, 13 глава, с 1 по 13 стих. В третий уже раз иду к вам. При устах двух или трех свидетелей будет твердо всякое слово. Я предварял и предваряю, как бы находясь у вас во второй раз, и теперь, отсутствуя, пишу прежде согрешившим и всем прочим, что когда опять приду, не пощажу. Вы ищете доказательства на то, Христос ли говорит во мне. Он не бессилен для вас, но силен в вас. Ибо хотя он и распят в немощи, но жив силою Божией. И мы также, хотя немощны в нем, но будем живы с ним силою Божией в вас. Испытывайте самих себя. В вере ли вы? Самих себя исследывайте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, чем должны быть? А нас же, надеюсь, узнаете, что мы то, чем быть должны. Молим Бога, чтобы вы не делали никакого зла, не для того, чтобы нам показаться, чем должны быть, но чтобы вы делали добро, хотя бы мы казались и не тем, чем должны быть. Ибо мы не сильны против истины, но сильны за истину. Мы радуемся, когда мы немощны, а вы сильны. А сем-то и молимся о вашем совершенстве. Для того я и пишу сие в отсутствии, чтобы в присутствии не употребить строгости по власти, данной мне Господом к созиданию, а не к разорению. Впрочем, братья, радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь, будьте единомысленны, мирны, и Бог любви и мира будет с вами. Приветствуйте друг друга лапзанием святым. Приветствуют вас все святые. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь. Размышления. Цель пастора. 2 Коринфянам 13 глава с 1 по 13 стих. Павел напоминает Коринфянам о своем апостольском авторитете, который он использует ради их созидания, а не разорения. Но при этом он продолжит делать и то, что должен, ради исполнения своего долга и отчаяния Церкви Христа. Это же относится и к вашему пастору, чья цель в служении – укреплять Церковь, доверенную ему Господу. Мудрый пастор знает, когда необходим укор, и наша с вами обязанность принимать его как послание Божию Слово, проистекающее прямо из сердца Господу. Когда пастор делает замечание верующим, веренным его заботам, он делает это из любви и ради предотвращения греха, чтобы никто не отошел от Церкви и единство общины не было нарушено. Бог наделил вашего пастора властью ради блага каждого верующего и возрастания во Христе. Какую роль и обязанность предписывает пастор Библия? Как вы можете проявлять послушание его пасторскому авторитету? Мир Божий, дорогие друзья! У нас для вас прекрасные новости. Журнал «Живая жизнь» запустил приложение для вашего телефона. В этом приложении мы собрали план чтения на каждый день, помощь в понимании Библии, видеоразборы и удобный формат для заметок. Пожалуйста, скачивайте приложение по ссылке в описании к видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok